Запах пирожков – это хорошо. Он создает уют и поднимает настроение. Казалось бы. Но жители пятиэтажки по улице Воронина считают иначе. Недавно в их доме предприниматели решили открыть домашнюю кулинарию – печь булочки и пирожки. От пробной же партии подъезд заволокло дымом. В квартирах запахло луком и маслом. Бизнесмены-кулинары инициировали собрание собственников, чтобы спросить общее мнение. Тут-то и начались проблемы. У предпринимателей в протоколах одни цифры, у недовольных другие. Мы сомневаемся в действительности результатов собрания собственников, поскольку проголосовало более 1 трети против размещения этой вентиляционной трубы на фасаде дома. Эти решения мы заверили в управляющую компанию. Управляющая компания видела, что более 34% проголосовало против. А сегодня мы узнаем, что оказывается 2 трети проголосовало «за». От запаха гари и готовящейся пищи страдает весь второй подъезд, отмечают жильцы. Поэтому разрешения на монтаж вентиляционной трубы они не давали. Не положено пекарне быть в жилом доме, оно тем более внутри здания находится. Прочитали все эти самые, в интернете нашли, что не положено пекарне находиться в жилом доме. Они тогда переиграли и сделали типа домовую кухню. Мы обращались с запросом в ассоциацию строителей Ивановской области. Она нам ответила, что работы по возведению вентиляционного канала на фасаде дома являются работами по капитальному ремонту объекта капитального строительства. И выполнение любых работ на фасаде, на внешнем фасаде здания требует согласования управления архитектурой градостроительства администрации города Иваново. Сами арендаторы нежилого помещения уверены, что действуют правильно. По квартирам жильцов ходили сами, собирали подписи. От кулинарии в доме, отмечают, будут одни плюсы. А еще и скидку жильцам сделают. С вент-каналом действительно есть проблемы. В него сделали врезку собственники одной из квартир. На них уже и заявление написано. Мы пришли в дом управления, нам сказали, что здесь есть общий, ой, наш вент-канал личный. Мы вызвали, значит, работников. Нам это все, прочистили вент-канал полностью, запустили камеру. Единственная квартира, 21-я, Явкина Любовь Николаевна, подключена к нашему вет-каналу. Почему она и чувствует наши запахи? По Роспотребнадзору нам положено, чтобы мы трубу вот эту выставили наверх, на метр выше этого, чтобы не приносить никакого дискомфорта жителям. Документы о собрании собственников жильцы предоставили своевременно, а вот предпринимателей нет. Разобраться с бумагами и правомерностью решения предстоит коммунальщикам управляющей компании. Управляющая компания выдала предписание арендатору данного помещения приостановить монтаж вот этой вентиляционной трубы до предоставления протокола общего собрания собственников на монтаж вот этой трубы. Запросить у арендаторов коммунальщики обещали и проект на выполнение строительных работ. Стоило нашей съемочной группе уехать, в управляющей компании решение поменяли. Трубу в стену все же вмонтировали. Недовольные запахами и нарушениями своих прав жители борьбу планируют продолжать. Заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор уже написаны. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.